Привет всем, кто зашёл на мой канал. Сегодня готовлю, как всегда, очень простое и вкусное блюдо. Куриную грудку я буду запекать на овощной подушке. Для этого я подготовила лук и морковку. Лук я нарезала полукольцами, вот такими, а морковочку нарезала ломтиками, ну старалась потоньше нарезать. Я подготовила примерно полкило куриной грудки, нарезала на кусочки. По рецепту мне понадобится ещё сметана, подготовила пару зубчиков чеснока, соль и сушёные зелени, это по вкусу. Немного налью растительного масла. Теперь буду на дно выкладывать нарезанный лук с морковкой. Можно слоями, можно перемешать всё это вместе. Чуть-чуть присолю. Я сделаю вперемешку. Картошку я добавлять не буду, потому что это уже получается не такое лёгкое блюдо. Можно посыпать сухой зеленью. Я внизу немножечко подсолила и сверху чуть-чуть подсолю. Вот ещё сухую зелень. Свежую я не добавляю, потому что блюдо будет готовиться долго и от свежей зелени там пользы никакой не останется. А вот сушёная зелень как раз к тому времени отдаст свой вкус и аромат, потому что сушёную зелень надо варить примерно час. Во всяком случае пишут так в кулинарных книгах. Мясо я немножечко подсолю. Можно это сделать и уже в форме, разложить и посолить сверху. Но я хочу, чтобы мясо равномерно просолилось, поэтому так я его перемешаю и выкладываю сверху. Можно готовить такое мясо и без овощной подушки. Но мне вот такой вариант больше нравится, потому что и овощи можно будет покушать. Получается блюдо два в одно. Добавляю перец. Перец, конечно, по вкусу. Кто-то, может быть, и другой добавляет. Смесь перцев. В сметану выкладываю чеснок. Соль в сметану я добавлять не буду, потому что все продукты у меня посолены. И аккуратненько выкладываю сметану сверху уже мясо. Для аромата я положила небольшой кусочек лаврового листа сверху. Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов. Ну вот и готово блюдо. Убираю лавровый листочек. Кстати, такой аромат от этого листочка был на всю кухню. Запекала я примерно полчаса под фольгой. Но у меня температура была 200 градусов. Так что ориентируйтесь на свою духовку. Затем я ее убрала и еще запекала минут 15. Может быть, чуть больше. Ну, примерно минут 45-50 в общей сложности. А вы смотрите уж, как вам нравится. Я пробовала морковку, чтобы была у меня мягкая. Отдельно сейчас на тарелочке покажу вам. Не стала я сюда добавлять еще замороженную кукурузу. Ну, думала, может быть, кто-то и не поймет. А я с удовольствием так делаю. Кукурузу добавляю сюда. Если есть у меня какая-то замороженная капуста, на вроде брокколи, тоже добавляю. Мясо очень мягкое, нежное. На примере моего видео вы могли убедиться, что такое блюдо приготовить абсолютно несложно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.